Доброго времени суток! Продолжаем готовить гаровую среду для выращивания лабораторных культур грибов. Здесь вот в кадре, сейчас вот видите, такое название канала. Приходится вот это сейчас делать, потому что бесконечное количество копирайтеров, которые берут просто мои видео, обрезают их, добавляют на свои каналы и транслируют. Сейчас это происходит в огромном количестве. И чтобы как-то избежать этому явлению, вот я в кадр ставлю название канала. Если вы видите где-то эту публикацию на другом канале, то обращайтесь на мой канал, где есть все материалы относительно того, о чем я рассказываю. И в предыдущих видео я рассказывал о том, как приготовить сам раствор для дальнейшего изготовления агаровой среды. Здесь вот путем отстаивания осталось вот такой осадок. Этот осадок мы использовать не будем, он остается в этой емкости. Мы жидкую часть слили, а вот этот осадок мы выбрасываем, он нам не нужен. Теперь агаровой, ну не агаровой среды, а вот этого исходного материала у нас появилось, получилось вот такое количество. Здесь немножко не хватает до полтора литра. И мы его добавим просто водой. Доведем все-таки до полтора литра и будем готовить эту питательную среду в таком количестве. Нужно сразу сказать, что я при приготовлении среды, я ее немножко обогащаю питательными веществами. Ну это будет, к примеру, вот это будет сахар. Но учтите, на полтора литровую емкость сюда добавляется всего 5 грамм сахара. Лучше для этого использовать глюкозу. В данный момент ее нету. Значит мы используем то, что есть под рукой. Это будет сахар в количестве 5 грамм. И некоторые минеральные вещества, которые сюда добавляются. Но сами понимаете, есть нюансы в этом приготовлении. Такого раствора здесь должно быть какое-то количество минеральных веществ. Но минеральные вещества я для этого использую фактически жидкие удобрения для растений. Ну это идет в очень небольшом количестве, там где-то 100 грамм на такой объем раствора. Это для себя я хотел ответить на вот такой вопрос. Многие знакомы с тем моментом, когда мы готовим желатиновую среду, там при приготовлении пищевых продуктов, то желатин предварительно замачивается в воде и происходит его там набухание, он быстрее растворяется. Я для этого сделал вот такой эксперимент. Просто некоторое количество агара всыпал вот в эту среду вчера. И сейчас можно видеть, что ничего не происходит. Сам агар, агаровый порошок, вот, если его просто добавить в жидкую среду, то с ним ничего не происходит. Он находится в том же состоянии. То есть в этом нет никакого смысла. Эксперимент показал, что это вообще нецелесообразно. Это мы отправим сюда, этот агар. Сейчас мы будем заваривать. И в дальнейшем нам на эту емкость нужно добавить на 1,5 литра. Я добавляю 15 грамм агара, не так как стандартно, 20 грамм на литр. Среда получается довольно-таки твердой. Я добавляю 15 грамм на литр. Следовательно, на 1,5 литровую емкость нужно будет добавить 22,5 грамма агара. Скажу сразу, что это не так принципиально 22,5. Если мы добавим 23, это фактически не повлияет на эту концентрацию. Для взвешивания агара можно использовать разные способы. Это могут быть вот такие аналитические весы. С помощью гири можно будет взвесить то количество, которое нам необходимо с очень большой точностью. Но если таких весов нет, то можно использовать обыкновенные кухонные весы с шагом в 1 грамм. Этого будет достаточно для того, чтобы взвесить то количество агара, которое нам будет необходимо. Вот сейчас будем производить взвешивание этого агара для этой емкости. Вот взвешивание мы произвели. Приблизительно вот такое количество самого порошка агара. Он такой вот сыпучий, напоминает муку. Вот такое количество агара нам необходимо будет на 1,5 литра приготовленной емой среды. Дальше этот агар аккуратным способом мы вносим. Понятным образом, что вносить нужно в охлажденный раствор, чтобы он сразу не сварился в конки. Вот так вот мы это сделали. Дальше осталось довести эту емкость, или этот объем, до 1,5 литра. И теперь осталось еще одно такое важное мероприятие. Сейчас мы обратно возвращаем этот раствор в емкость для подогревания. И очень аккуратно, ну опять же таки, агар не так быстро, скажем, растворяется. Даже при нагревании он не так быстро растворяется. Я пробовал возиться там, как советуется во множестве литературы, на водяной бане. Это все разогревать. На водяной бане очень долго это все происходит. Нужно постоянно это перемешивать. Ну и достаточного прогревания не происходит. Агар не совсем хорошо растворяется. Поэтому я водяную баню не использую. Я поступаю обыкновенным способом. Этот раствор перемешиваем, чтобы полностью вместе с агаром его сюда перелить. И в дальнейшем отправляем это на газовую плиту. И при очень на медленном огне будем это подогревать до того состояния, пока не произойдет растворение агара в этой среде. Сразу скажу такую вещь, что агар будет постоянно садиться на дно. И если мы не будем производить постоянное перемешивание вот этого раствора, то произойдет то, что агар сам по себе внизу подгорит. И в результате гелевой среды мы не получим. Поэтому на медленном огне, но постоянно его перемешивая, стараясь так, чтобы он не успел пристать к дну емкости, кастрюли, будем помешивать до тех пор, пока эта среда не произойдет полное растворение. И пока она не закипит, в результате она станет похожей на кисель. Она будет очень густой. В дальнейшем нам придется этот раствор снова вернуть в эту банку. И эту банку поместить на водяную баню. Это в другую емкость с кипятком. Потому что по мере остывания гелевая среда будет уже превращаться в такой холодец. И если она будет охлаждаться, то этот холодец у нас не будет возможности уже переливать его в лабораторную посуду, в пробирки и в чашки. Как это сейчас все будет происходить, мы попробуем это отобразить. Будем параллельно пробовать снимать и пробовать все это делать.